Всем привет! Добрый день! Как у нас дела на данный момент? Сегодня второй день выставки Flight Sim Expo. Ребята, вам очень понравился выставочный зал. Здесь собралось более 70 различных разработчиков. Я думаю, что сейчас выставочный зал может выглядеть немного более пустым, потому что большинство из вас здесь, и это хорошо. Я думаю, что в этом зале проходит какая-то презентация, что-то о Microsoft. Я думаю, это то, что я слышал. Итак, как я уже сказал, и вы слышали это много раз, поддержка сообщества разработчиков и крупнейших игроков в нашей отрасли, это это так важно для того, чтобы это шоу состоялось. Мы все видели, что произошло в рамках домашнего симулятора полета в 2020 году. Мы все видели трейлер, который упал пару недель назад. И поэтому я взволнован и трепещу, и мне выпала большая честь разделить с вами сцену и представить вам команду Microsoft Flight Simulator, которая выходит к вам в прямом эфире с полетов выставки Expo 2024. Йорк и Сёп, не могли бы вы, пожалуйста, подняться на сцену и присоединиться ко мне? Ребята, большое вам спасибо. Я так рад, что вы вернулись. Клики, это очень важно. Всем привет. Приятно видеть стольких из населения. Полет, это симуляция полета, парение. Мне это нравится. Я хотел сказать одну вещь, когда Иван сказал, что это будет в Лас-Вегасе, и я сказал, чувак, нам придется купить несколько разных футболок. Так что, пожалуйста, будь внимателен. Ты белый. Я впервые вижу белый цвет. Все в порядке, так что всем привет. Я Йорк, глава Microsoft Flight Simulator. Привет, я Себастьян, генеральный директор студии. Большое тебе спасибо за то, что присоединился к нам сегодня. Это всего лишь второй раз, когда мы посещаем выставку. Прошлый раз был просто фантастическим, и мы действительно не могли дождаться, когда вернемся сюда в этом году. И просто, чтобы поднять настроение, отпраздновать выставку, мы сделали, возможно вы это видели, небольшое обновление города вчера, но сегодня у нас есть его специальная версия. Я просто хочу поиграть в эту игру. Я просто хочу поиграть в эту игру. Я просто хочу поиграть в эту игру. Ты бы видел выражение лица нашего звукорежиссера, когда я сказал просто сделай что-нибудь в духе встречи Фрэнка Синатры с Сином Де Йонгом. И что он из себя представляет. В любом случае, так оно и вышло. Все в порядке. И вот мы здесь, в Рио, занимаемся нашей замечательной фотограмметрией. Надеюсь, тебе понравится. Итак, первое, что я хочу сказать, как я уже говорил в прошлом году, спасибо тебе за то, что доверил нам свое хобби, и я действительно это имею в виду. Прошло уже почти 4 года. Именно столько времени прошло с тех пор, как мы выпустили Microsoft Flights в августе 2020 года. И это были действительно просто невероятные годы для нас. Так что спасибо тебе за это. Да, за последние 48 месяцев. А вот и наше путешествие, последнее, которое мы совершили вместе за последние 48 месяцев. Мы сказали, что будем делать ежемесячные обновления, и мы это сделали. 15 обновлений для сим-карт, 16 обновлений для мира, 8 обновлений для городов, Xbox, Reno, Xcloud, Top Gun, Pelican. Ну, вы знаете, 40-летие выпуска Dune. 48 обновлений, 48 месяцев, и это было здорово. Мы обновляли сим-карту несколько раз, как вы знаете. Так что мы запустили ее на PC первого числа и выпустили на Xbox. Затем мы отпраздновали выпуск игры года, где у нас были реактивные самолеты и тому подобное. А затем мы выпустили выпуск, посвященный 40-летию франшизы, просто чтобы отпраздновать это событие, и добавили вертолеты, планеры и кучу других вещей, включая A310. А совсем недавно мы добавили любые сборки A320, и я думаю, что это действительно подняло планку того, какие авиалайнеры сейчас в ходу. И это было действительно потрясающе. Сегодня у меня есть объявление. Мы достигли 15 миллионов уникальных пользователей. Ты думаешь, что это самый высокий показатель среди всех авиасимуляторов в истории, и это действительно благодаря всем вам. Есть еще одна интересная статистика. Один миллиард летных сессий. Мне хотелось покопаться в памяти, например, сколько людей, сколько рейсов у нас было. Миллиард. Это произошло примерно неделю назад. Я такой, вау, мне нужно поделиться этим. 230 миллионов только за последние шесть месяцев. Это невероятно. Это ошеломляет. Это унизительно. Так что еще раз спасибо тебе. Я хотел сказать кое-что о создателях, потому что сообщество создателей уже создало почти пять дополнений. Просто для того, чтобы сделать это, я подсчитал, это не так уж сложно. Три с половиной дополнения в день в течение 48 месяцев. Так оно и есть. Так что это 400 самолетов, 2200 аэропортов, 1100 пейзажей, 400 миссий и так далее и тому подобное. Это невероятно. И я встаю утром, буквально каждое утро, и первое, что я делаю, это захожу на страницы Facebook, смотрю некоторые из них. Смотрите стримеры и узнавайте о новых вещах, которые выходят в свет. И мы немного повеселились над этим. Это сделал кто-то из нашей команды. Вот так все и началось. Ты только посмотри на это. Ага, ага. Да. Срань господня. Невероятно. Это просто потрясающе. А потом, вместе с сообществом, я думаю об этом как о зарождающейся истории любви. Твоя страсть это то, что подпитывает нас, без сомнения. Вот некоторые из тех людей, которые делают создателей контента просто фантастическими. То, как ты приносишь нам контент, очеловечивает наше хобби, делает его увлекательным, захватывающим, с интересными историями, и без тебя это было бы и в половину не так весело. А вот и наша команда сообщества, просто чтобы поздороваться. Вот чем мы занимаемся. Мы ходим на соревнования по полетам. Каждую неделю у нас проводятся соревнования по полетам. Некоторые из вас, очевидно, присоединяются к ним. У нас есть стримы для разработчиков. Мы так часто здесь появляемся. Мы ездим в Рено. Так что у нас есть связь с реальным миром, которым мы действительно дорожим. И я думаю, что это очень важно. Так что последние несколько лет мы ездили на воздушные гонки в Рено. Мы часто сотрудничаем с авиакомпанией LSK Airlines. Это своего рода их программа. В рамках которой они приглашают детей просто для того, чтобы убедиться, что будущее авиаторов происходит через Microsoft. Мы идем на Гамесском. У нас там мероприятия. Некоторые из вас иногда там бывают. Мы ездим в Ошкаш. В этом году запуск не так уж близок, но в следующем году мы снова будем там. И к тому же у нас отличные партнеры. Дай-ка я просто взгляну на них. Они действительно меняют ситуацию к лучшему. Они знакомят нас с разными людьми, с разными местами, и это действительно ценно. Все в порядке. Я хотел сказать кое-что о поддержке 2020 года, потому что это была важная тема. И вот мы просто посмотрели на прошедшие 48 месяцев. Наши планы таковы, когда я смотрю на свой небольшой отчет о состоянии, который мы называем отчет о состоянии, он относится к 2028 году. И включает рейсы в 2020 году. Итак, то, что я вижу в нем, просто делюсь этим. Обновление города 18, мировое обновление 38, местные легенды 49, знаменитый летчик 22. Обновление Сима 24. Да, это не игра в бинго, но таков наш план по обновлению. Так что мы будем продолжать обновлять. Это происходит почти каждый месяц. Это уже не совсем каждый месяц, но почти каждый месяц у нас будет что-то новое для полетов в 2020 году. Просто не будем говорить об этом просто так. А теперь давайте поговорим о 2024 году. Возможно, именно поэтому вы здесь. Да. Я уже несколько раз говорил, что это грандиозный, амбициозный продукт. Это, безусловно, самый большой и сложный авиасимулятор из когда-либо созданных. Я хотел разделить команды, и вот некоторые из них все еще объединены и взволнованы очень сильно. Так вот, это наша сегодняшняя команда. Это еще не все из населения. Это команда Microsoft. У нас около 50 человек. У нас есть белые рубашки. Там была компания СЭП, так что там были не только сотрудники Microsoft. Так вот, это фотография команды, сделанная на этой неделе в Бордо в качестве представителя Office All Go. Такая потрясающая команда делает потрясающую работу. Мы очень-очень усердно работаем, чтобы представить вам следующую версию этого видео. В нем приняли участие 200 человек. Всего 200 человек. Здесь 200 человек? Да, это число продолжает расти. А вот и наш партнер. Так что на этом слайде их довольно много. Я хочу сказать, что в Flight Simulator 2024 участвуют 25 команд. Когда ты посмотришь на этот слайд, то увидишь 13 команд разработчиков и художников, а также две команды партнеров. Таким образом получается 15. Простая математика, 10 не хватает. Мы собираемся объявить о некоторых из них сегодня, а некоторые еще появятся в течение следующих нескольких месяцев. Это интересный звук. И потом, Дастин из нашей команды был достаточно мил. Он нарисовал карту мира. Так что прямо сейчас над симулятором работают 800 человек, и мы просто хотим немного показать вам, где они находятся. Это интересно. Так что спасибо всем вашим создателям, которые помогают нам. Это действительно фантастика. Ну что же, так что это касается всех континентов, кроме Антарктиды. Я подумал, черт возьми, я должен кого-нибудь найти. А еще есть Microsoft Teams, Bing Maps, Azure Cognitive Services, PlayFab, вещи, которые тебе мало о чем говорят. Но я серьезно, этот симулятор без них мы бы не существовали. Это критически важно, и это действительно здорово, что мы используем технический стек Microsoft, потому что мы получаем все это бесплатно. Итак, в 2024 году мы вели себя очень тихо, пока показывали этот трейлер. Вы знаете, людям нравится, что мы показывали его на игровом шоу под названием Xbox Showcase, и мы мы говорили об этом в прошлом году. Это было очень по-игровому, все выглядело как миссия и прочее, и ничего больше. Затем мы отправились на выставку, чтобы объяснить это немного подробнее. Мы выступили с основным докладом. И в нем мы сказали, эй, смотри, это именно то, что представляет собой Флайтс 2020, плюс еще много чего. Так что мы ничего не убрали. Все, что мы сделали, это добавили. И она показала несколько крутых технологий, я показал немного контента, и так далее, и тому подобное. И мы действительно ушли оттуда с чувством, что ты нас понял. Да, так здорово, это было здорово. И с тех пор мы молчали, и честно говоря, у нас было много работы. Так что мы просто сосредоточились на создании симулятора. И всего две недели назад мы вернулись на выставку Xbox Showcase и показали трейлер номер два. И я полностью осознал, что некоторые из вас положительно говорили, ой, Йорк, боже, ты возвращаешься на это игровое шоу, что с тобой не так? Я просто хотел объяснить это еще раз. Эти шоу смотрят десятки миллионов людей. Для меня большая честь присутствовать на них в качестве участника полета, потому что мы выступаем против этих гигантских игр, в которых участвуют десятки миллионов пользователей. Не так ли? Так что для нас полезно, чтобы другие люди смотрели на нас и проявляли интерес. И это действительно произошло, и отчасти именно поэтому наше хобби так сильно выросло за последние несколько лет. Так вот, сегодня мы снова собрались здесь, чтобы разобрать трейлер. Мы немного поговорили о том, что мы делаем, потому что не хотели повторять то, что говорили в прошлом году, например о том, что такое симулятор высокого уровня. Так что мы подумали, что это может быть забавно. Мы наблюдали за твоими срывами. Это всегда было здорово, когда мы говорили, посмотри на все это. Я сказал, почему бы нам не сделать это и не поделиться с ними небольшой информацией о том, что на самом деле происходит за кулисами. Так что давай пройдемся по этому вопросу. Надеюсь, это будет весело. На первый взгляд это выглядит примерно так же, как в первом трейлере, что имеет смысл, потому что это тот же продукт. Но для начала в нем очень много активности. Вторая часть на самом деле совсем не такая. Мы как бы отстранились от этого. А потом началось нечто совершенно другое, что я назвал вступлением к фильму о Джеймсе Бонде, ну знаете, экшн, экшн штучки. Так что я творчески называю это вступлением. Самое интересное в этих трейлерах то, что мы потратили на них, я не знаю, три или четыре месяца, и это это довольно трудоемкая работа. Но что в этом интересного, так это то, что это тоже привлекает наше внимание. Итак, первый шаг, мы хотим что-то сказать. Например, если ты помнишь, когда мы впервые показывали трейлер 2020 года, там были длинные кадры Чикаго и других отдаленных городов. И мы сказали, что люди такого раньше не видели. В данном случае мы хотели показать, что природная среда это нечто такое, чего люди никогда раньше не видели. Только не в таком масштабе, и уж точно не на таком уровне детализации. И поскольку мы создаем продукт реального мира, мы можем использовать фотографии реального мира в качестве ориентира. Вот здесь мы сделали знаменитую фотографию долины монументов, а затем поместили ее в симулятор. Вуаля. И она выглядит чертовски близко. Как будто мы не так уж много сделали. Возможно, тебе захочется поговорить об увеличении. Да, и так, это область фотограмметрия, но что мы делаем, так это то, что теперь у нас есть земля, которая имеет все три точки, а не две точки, как раньше с текстурой. Таким образом, земля теперь имеет все три измерения. Существует множество различных трехмерных материалов. Это трава, камни и деревья. Теперь все имеет три измерения, а не два, как было раньше. И все генерируется процедурно на основе существующих мировых данных. Фотограмметрия, возможно, ты помнишь, как в прошлом году мы показывали Гранд Каньон, это выглядело круто. Это та же самая технология. Это разработано партнером Microsoft под названием Bexel Imaging Imagery или что-то в этом роде. У них есть специальные камеры, с помощью которых они летают и делают все это возможным. Всего несколько лет назад это было невозможно в таких масштабах. А потом это был уже второй снимок. Опять же, мне нравится та же идея. Давай покажем все шире и шире. Одна из вещей, которую, как мне казалось, я хотел тебе показать, это просто своего рода ляпы. Это вторая диаграмма когда-то была такой. Я подумал, эй, нам нужно показать живой мир. Давай сделаем несколько мустангов, и они будут бегать вокруг меня. Ну что же, в итоге получилось огромное количество мустангов. Это стало похоже на Red Dead Redemption. Я такой, нет, нет, давай вернемся назад. Это больше связано с самолетами, так что давай не отставать. В любом случае, вот этот кадр, который сделал меня по-настоящему счастливым. Red Bull это то, что мы пытались внедрить в полеты в 2020 году, но этого не произошло из-за контракта, но в этот раз это произошло, и я очень рад, что это сработало. У нас будет два самолета, Миорс, Зивку, Эдж 5542 и третьей версии, и эти самолеты изготавливаются любыми сборками. Ты отличный партнер. И? Да, еще одна интересная деталь, это конусы, которые ты на самом деле видишь здесь. Итак, у нас есть новый физический движок, который имитирует ткани и надувные изделия. Таким образом, конусы здесь надуваются и имитируются полностью. Ты можешь пролететь сквозь них, и они разлетятся на куски, а затем снова будут в полете, и все такое прочее. Именно так и должно быть. Да, на самом деле это именно то, что нужно. Это просто наш процесс, верно? Это была классная фотография от Red Bull. Мы постарались сделать это правильно, просто чтобы показать, что есть разные ливреи, разные самолеты. То же самое и с этим. Это был заключительный кадр, а это реальный кадр из Red Bull. Мы постарались подобраться к нему как можно ближе. Я думаю, у нас все получилось. Все в порядке. Так вот, затем появился второй эпизод, который я называю своего рода основным эпизодом, который мы не снимали в 2023 году. Так что это было об аэропортах и авиалайнерах. Потому что у нас было что-то вроде, честно говоря, я опустил это в первом трейлере. Итак, перед нами очевидно, аэропорт Кеннеди, и вы, ребята, сразу это поняли. И люди обратили внимание на правильные вещи. Эй, а вот и ливреи. Здесь много интересных моделей самолетов, и аэропорт, очевидно, выглядит намного реалистичнее, чем на самом деле. Так что я бы сказал, что именно это послужило источником вдохновения для создания этого проекта. В общем, просто оживленный аэропорт. На Земле происходит много всего интересного. Здесь много наземных служб. Очевидно, самолеты, красивое небо. И я думаю, что мы подобрались довольно близко. Это то, что теперь возможно благодаря ДЭК. Именно это делает меня по-настоящему счастливым. Это небольшой объем работы. Мы взяли самолет JFK, который был у нас в 2020 году, и просто модернизировали его. Гая делает это со своей стороны, и улучшения, я думаю, довольно значительные, и вы увидите немного больше об этом на следующих нескольких слайдах. Все в порядке, начинаем. Так вот, в прошлом году люди говорили, что это коммерческий рейс, кто-нибудь знает? Ты знаешь, почему наш рейс коммерческий? Конечно же, он есть. Так что на этот раз мы показали коммерческий рейс. Это одна из самых важных карьер пилота. А-330, вы, ребята, поняли это почти сразу, примерно через 20 секунд. Это тоже относится к любым сборкам. Я просто хотел сказать, что мы производим А-330-200, А-330, а также двигатели JR. Так вот, я думаю, что просмотрел много видеоанализов трейлера, много предположений по поводу каждого кадра, где есть идущий персонаж. Да, теперь мы можем выходить из самолетов, обходить их и... Просто открой дверь и выходи. И самое главное, что у тебя есть контрольный список перед полетом, который теперь также находится снаружи. Так что ты можешь снять чехлы. Но это очень интересно. Я показывал тебе список проверок перед полетом. О, да, это список проверок перед объявлением о полете. Да, продолжай в том же духе. На этом изображении также есть много скрытых функций. Например, механизм рендеринга и освещения был полностью переработан. Некоторые люди, возможно, заметили, что на некоторых изображениях аэропортов 2020 года самолеты иногда немного зеленоватые снизу. Иногда цвета не совсем совпадают. Так вот, непрямое освещение в этом мире не было идеальным. Мы переделали вот это, и вы можете видеть, что оно не идеально. Нижняя часть серого цвета. И это делает всю сцену намного более реалистичной. Ну ладно, выкладывай видео. Так вот, в прошлом году мы показали очень короткое видео о том, как теперь мы можем создавать гораздо более точные поверхности. Таким образом, аэродинамика моделируется с помощью небольших поверхностей, которые улавливают поток воздуха. А в 2020 году будет только фиксированное число, и вы не сможете его изменить. Вы можете просто изменить его масштаб. А в 2024 году появится новая система, которая позволит вам создавать практически все, что угодно. Вот здесь вы можете увидеть двигатели, фюзеляж и множество других деталей. Вы можете выбрать детали сами, и он чрезвычайно прост в использовании. Это не обязательно. Вы можете просто добавить его в файл в конце. И нам потребовался всего один час, чтобы обновить этот самолет до новой системы. Так что пользоваться им очень просто. Да, у вас авиастроителей всего один час. Это круто. Все в порядке, так что здесь мы просто демонстрируем невероятное количество деталей, очень много деталей. У тебя здесь что-то есть, не так ли? Так что маленькие тканевые штучки здесь тоже физически смоделированы. Ты можешь настроить длину и размер. Так что не те, что на двигателе, а маленькие плавающие штучки. Те, что на двигателе, больше не двигаются по ветру. Но вот здесь, на снимке перед полетом, вы видите физическую имитацию флагов Пита, если хотите добавить это. Да. Как насчет вот этого? На этом снимке много скрытых деталей. Так что, возможно, специалисты, технические специалисты, что-то заметили. У теней нет краев, а тень от кнопки намного резче, чем тень от окна. Так вот, это все, что касается трассировки лучей. И это очень точно. Да, и здесь одной из целей аэропортов было сделать их не только красивее, но и более живыми. И вот теперь люди ходят по пешеходным дорожкам. Они также могут ходить внутри аэропортов, и это полностью контролируется вами, ребята, если вы создаете аэропорты. Так что гораздо больше активности. А вот здесь вы видите одну из наших моделей персонажей. Это было довольно интересно. Понимаете, очевидно, что полеты представляют всю планету, и мы представляем персонажей. Так что, честно говоря, мы отнеслись к этому очень серьезно. Нам нужно правильно представлять человечество. Когда-нибудь мы поговорим об этом подробнее. Мы просто видим это здесь. Мы создали огромное количество моделей персонажей, одежды, подходящей для разных регионов, и так далее, и тому подобное. Мы зашли очень далеко. Мы работали с одной из лучших компаний в отрасли. В Великобритании они называются Хью Мэйн. Они сканируют лица сотен актеров, и тому подобное. Так что это будет нечто особенное, к чему мы добавим больше деталей по ходу работы. Прямо сейчас мы можем провести здесь весь день, обсуждая это, но это уже слишком. И опять же, вы можете увидеть очень четкие тени, которые также прослеживаются здесь лучами. Немного далековато, хорошо. Это я. Так вот, на этом снимке некоторые аналитики заметили, что некоторые инструменты не двигаются, а может быть и вовсе не двигаются. Так что это просто находящийся в стадии разработки самолет. Конечно, все смоделировано, анимировано, но когда вы заходите в систему воспроизведения, некоторые люди видят, что это не так. Просто не раскрыл все переменные. Давайте сделаем так, чтобы все это было очевидно движущимся и анимированным, как должно быть. Все в порядке. А вот этот трейлер, если вы помните трейлер 2020 года, был просто данью уважения. У нас была возможность стартовать в Сан-Франциско. Это была настоящая атака на Нью-Йорк. И вот мы здесь. Это вызвало небольшую полемику. Я не думаю, что на этот вопрос еще есть ответ. Так вот, этот алмазный диск PC-12X изготовлен компанией Корнадо. Это не тот, который сейчас продается на рынке. Все в порядке. Месье. Итак, мы уже говорили об этом на предыдущем снимке. Мы сказали, что теперь все было в трехмерном формате. И как это работает? Так вот, это снова искусственный интеллект Эжа. На этот раз мы снова используем Эжа гораздо шире, чтобы узнать о каждом изображении, о каждой области планеты, обо всем мире в целом. Планета — это нечто особенное. Камень, скала, песок, трава. Что это в сущности такое? А затем программа выбирает нужный материал и генерирует его в соответствии с процедурой. У нас есть около 30 различных биомов для растений. Вот здесь, вдалеке, вы можете увидеть австралийский биом, в котором есть австралийские растения и все остальное. И это также автоматически генерируется процедурным путем по всей планете. И как у австралийцев, так и у австралийских автомобилей здесь есть все австралийское. Так что мы постарались сделать все по-настоящему аутентичным. Следующий шаг будет интересным. Да, это то же самое место, но в 2020 году. Так что вы можете увидеть разницу. Кажется, что это ровное поле, а растительность — сплошные панели, верно? Стержневые формы — это самозванцы. Теперь здесь все трехмерное, и особенно земля и камни, если посмотреть вблизи, все они сгенерированы в виде трехмерной сетки. Да, это был новый игровой режим, который, честно говоря, не планировался, но было так весело, что мы сказали, мы должны это сделать. Вот и появилась воздушная реклама. Да, здесь очень важная вещь. На видео вы видите, как самолет цепляется за веревку. Таким образом, веревка на самом деле подвешена в воздухе, и физика такова, что веревка действительно воздействует на самолет, который воздействует на веревку. Так что, когда вы ловите ее, поскольку шест опущен, вы действительно ощущаете небольшой момент снижения высоты. Вам нужно дать полный газ, и это абсолютно реалистично, так как вы также усвоили всю физику каната. А вот здесь вы можете увидеть ткань баннера. Я думаю, она пластиковая, которая полностью разворачивается, как и должно быть при натяжении самолета. И на самом деле, чтобы баннер получился правильным, нам нужно было установить точно такую же массу. Ты же знаешь, что внизу есть небольшой груз, а верхняя веревка немного короче. Она имитирована точно так же, как настоящая, и развивается на ветру точно так же, как настоящий баннер в реальной рекламе. Да, и тут некоторые люди замечают воду. Да, вода выглядит лучше. Это просто из-за системы освещения. Мы больше ничего не делали, чтобы изменить ситуацию. Фотограмметрия такая же, как и в 2020 году. На самом деле у нас есть новый Майами, который отличается от этого. А к кораблям мы вернемся позже. Держись за корабли. Я увидел несколько комментариев о кораблях, и тогда я не смог удержаться, и вложил туда свое маленькое, не очень скрытое послание. Небо, это еще не предел. А да. Мы еще поговорим об этом. Так вот, это Аспен. Очевидно, это тот самый аэропорт, который был у нас в оригинальном симуляторе, и то же самое слово в Vision Jet. Самолет Vision Jet, о котором мы уже говорили, взят из Flight of X. Теперь к этому самолету добавлено рабочее название. Они добавляют систему КЭП. Мы тесно сотрудничаем с Сирос. Так что я думаю, что это будет очень, очень похоже на пин-код Vision Jet. И это будет потрясающе. Есть вопросы у Рауля. О боже. Я думаю, ты объяснишь, как этот парень попал в самолет. Это довольно крутая функция. Он шел пешком. Да. Да, да. Нет, это сделано специально. Это сделано специально. Это VIP-персона. Так что на самом деле мы выглядели примерно так, как выглядят VIP-персона и Аспен. Мы подумали, хорошо, мы выберем этого человека. Но да, ты можешь летать на них повсюду. Это действительно так. VIP-персона, в этом и заключается суть VIP-миссии. Да. Все верно. В этом видео был какой-то комментарий об облаках, и я подумал, эй, Зеп, это самолет Vision Jet в облаках. Может нам стоит поговорить о перистых облаках? Самолет Cirrus Vision Jet, перистые облака. Так что мы совершенствуем облачную систему. Мы добавили несколько новых функций. Вот еще несколько снимков, на которых это становится еще более заметным, но мы добавили еще один слой, на котором изображены перистые облака. А также было внесено несколько улучшений, которые будут более заметны на более позднем скриншоте того, как освещены облака, в зависимости от того, насколько они высоки. Это делает все намного более реалистичным. А это новая система освещения и новые перистые облака. Так что и здесь искусственный интеллект Эжи выполняет гораздо больше работы, на этот раз на всей планете. Таким образом, на всей планете мы определяем, где находятся поля, в какую сторону они ориентированы, потому что иногда на них есть линии. Что это за культура? Существует 20 или 30 различных типов культур. Все они реалистично смоделированы и автоматически помещаются на них в трехмерном масштабе. Да, да. И еще одно слово о том, что мы никогда не говорили об этом вертолете. Так что очевидно, это Робинзон 66-го года выпуска. Этот, этот и система Дарт, это там написано. Вот космическая система Дротик, созданная компанией Корнадо. Вот и она. Вот у нас есть небольшое видео. На этом снимке так много всего происходит, что мы на самом деле делаем другой снимок с другого ракурса. Так что да, все поля здесь генерируются искусственным интеллектом, и они простираются до самого горизонта. А здесь вы можете увидеть КВТ моделирования ветрового потока вертолета, перемещающего воздух и траву вокруг. А то, что мы видим сзади, это совершенно новая система. Это КВТ, который расширяется настолько, насколько вы можете видеть, до шести минут истории на каждый самолет. Все самолеты в мире моделируются с помощью новой системы CD, которая является каскадной. Это разреженный воксель, это суперпроизводительность. И она может выполнять турбулентность в зоне пробуждения, характерна для всех самолетов в мире, вертолетов и всего остального. Вот эта сцена, я в восторге от нее, потому что она очень важна для Сима. Так что в 2024 году у нас будет гораздо больше кораблей, бороздящих океаны. У нас появился новый поток данных, компания Spire, с которой мы только что подписали контракт. И мы получаем данные о местоположении каждого корабля на Земле, по-моему, каждые 30 секунд. И мы воспользуемся этим. Если ты внимательно присмотришься к деталям, то увидишь, что лодки действительно движутся вместе с волнами. Но на этот раз они движутся синхронно с волнами. Таким образом, вода в волнах теперь действительно моделируется в трехмерном изображении. Это одна из тех синих полос, моя дорогая. Первая идея, она никому не понравилась. Так что мы решили использовать танкер. Да, да. В этом примере система управления полетами выбирает эти места, по сути доставляет вас туда, а затем вы проводите поисково-спасательные работы. Кстати, этот 125 номер сделан трезвенником. У нас был такой же в прошлогоднем трейлере, если помнишь, на нефтяной платформе. А здесь ты можешь просто посмотреть. Я имею в виду, я не могу дождаться, когда ты сыграешь в это. Это так здорово, когда эти люди занимаются такими вещами. Все в порядке, значит это ты. Вот здесь ты можешь увидеть еще один пример новой симуляции. Это немного похоже на баннер, но на этот раз он перевозит блок переменного тока. Так что вы действительно почувствуете его вес. Он тянет самолет так, как и должно быть. Самолет тянет за веревку, и это усложняет управление вертолетом при транспортировке чего-либо. Постарайся, чтобы его не трясло слишком сильно. Это действительно интересная и абсолютно точная имитация этой коробки на веревке. И да, вы даже чувствуете, как ветер дует на кондиционер, особенно в таком здании, как это. Из-за этого очень сложно приземлиться и аккуратно опустить его на платформу. Так что на вертолетной площадке это, очевидно, Лос-Анджелес. Так что это фотограмметрия Лос-Анджелеса, и если вы заметили, что вертолетная площадка выглядит действительно хорошо, я бы поспорил. И это не единственная площадка, которую мы создаем. На самом деле есть команда, которая занимается созданием каждой вертолетной площадки на Земле, и мы тратим полтора года на ее исследования, и они все смоделированы по образцу. Я знаю, кто это был. Я знаю, кто это был. И я думаю, что мы уже говорили об этом, но самолет Эриксон С-64 Air Crane от Blackbird, и это потрясающе. Этот огромный самолет, который мы видели в прошлогоднем трейлере, это И-400М, и это самолет с высокой степенью детализации, который не имеет аналогов в других сборках. Так вот, на этом изображении, на этом снимке, есть скрытая особенность, которая применима к каждому пропеллеру, каждому несущему винту. Заключается в том, что существует совершенно новая система рендеринга роторов, которая не нуждается в каких-либо этапах обучения прозрачности. На самом деле, при многократной выборке в сотни и сотни раз фактическая лопасть, движущаяся с реальной скоростью, достигает реальной траектории. И вы автоматически получаете этот эффект, просто моделируя ротор. Да, я имею в виду, что самая классная в Эй-400, на самом деле, почему он есть во флоте, заключается в том, что он может приземляться на эти крохотные взлетно-посадочные полосы. А потом некоторые люди сказали, что нам стоит поговорить об этом. Мы посмотрели несколько видеороликов на тему «Эй, там лужи». Да, так что ты знаешь, что лужи, это просто потому, что это взлетно-посадочная полоса, так что это не похоже на то, что вся планета покрыта лужами. Но здесь также важен тропический биом. Здесь очень много разнообразной растительности, так что это не просто то, что люди видели, когда смотрели на видео. Это очень разные растения, много-много разных биомов, так что куда бы ты ни пошел, все выглядит по-разному. Я просто хочу сказать, что мы не совсем уверены, есть ли у нас лужи или нет. Мы проведем расследование. Мы думаем, что да. Скорее всего, в аэропортах. Так вот, если вы когда-нибудь стояли рядом с этим чудовищем, то это ЭТ-802 от Эйртректа. На самом деле он выглядит маленьким, но на самом деле это гигантский самолет. Это один из тех, что производится компанией, так что я думаю его высота составляет 35 футов, 35 футов в длину и 60 футов в размахе крыльев. Это действительно огромный самолет. И вы, ребята, делаете это. Да, так что мы проводим модернизацию самолета. Нам действительно нравится вот это. Мы сделали рендеринг самолета. И на этот раз мы не просто сканируем сетку или звук. Мы также записываем полетные данные с пилотами-испытателями, и это обеспечивает гораздо более реалистичные результаты в симуляторе. Это конец. У нас есть видео. Здесь особо нечего сказать. Тушение пожаров на улице это круто. Все в порядке, исследуй мир. Так вот, это была одна из тех фотографий, которые я выбрал. Я хотел, чтобы это было знаменитое место, которое все узнали бы. По крайней мере в Америке большинство людей узнают капитана. А вот еще фотография того, как это будет выглядеть в полетах в 2020 году. Вы можете увидеть пару вещей. Так что мы действительно сделали это пой, чего бы это ни стоило. Я ошибся с размером. Все в порядке. Но вот как это выглядит сейчас. Теперь ты видишь все деревья в трехмерном изображении. Трава в трехмерном изображении, гораздо больше разнообразия по высоте и много разных видов трав и растений. Самолет ударяется о траву и землю, когда катится по ней. Так что вы видите, что трава становится ровной или рельеф немного неровный. Если вы проезжаете по лужам или почему-то еще, вы видите удар колес, а также точные трехмерные столкновения. Так что теперь действительно важен материал грунта. Он не просто плоский. Так что когда вы приземляетесь, например, с пробуксовкой, посмотрите, как выглядит материал, потому что если это камни или что-то в этом роде, приземление будет намного сложнее, чем если бы вы приземлились с пробуксовкой. Это совсем другой тип. Теперь, когда ты рулишь по траве, ты действительно это чувствуешь. Тебе не захочется делать это снова. Оставайся на рулежной дорожке. Так что это имеет большое значение. Я часто попадал в аварии. Я имею в виду, что полеты по пересеченной местности будут действительно потрясающими, потому что сейчас мир выглядит очень реалистично. Я думаю, что здесь можно увидеть еще одну интересную особенность – накопление грязи. По-моему, это почти идеально. Здесь мы сотрудничаем с компанией под названием TechAero. Я не знаю, следите ли вы за этими ребятами, но это действительно круто. Так что я думаю, что в целом я думаю, что я просто влюблен, и потом, очевидно, как мы уже говорили ранее, вы можете выйти сейчас, а потом захотеть что-то сделать. И именно поэтому у нас есть наш маленький проект. О да, я хочу это показать. Мы нашли именно тот снимок. Так вот где мы сейчас находимся. Вот где мы находимся в 2020 году. Вернемся к настоящему моменту. Теперь все выглядит лучше. Да. Скоро я приду к тебе. И потом это, наверное, просто мое личное дело. Например, я люблю животных, мне нравилось что-то делать. Я хочу быть восхищенным и удивленным, когда мы действительно где-нибудь приземлимся. Я помню, что были некоторые дополнения, которые действительно делали что-то подобное, и я думал, что это было здорово. Так оно и будет. Это олень-мул. У нас будет много животных, намного больше, чем было в прошлый раз. На самом деле у нас есть карта охвата всего мира, и настанет день, когда мы поговорим об этом подробнее, но не сегодня. Все в порядке, и вот у нас появилась еще одна идея. Мы сотрудничаем с компанией под названием FliDue. Я думаю, он родом из Италии, и у него по сути есть мотор на воздушном шаре. И ты знаешь, мы нашли много людей, которые занимаются этим хобби, которые на самом деле немного боятся самолетов, но хотели бы исследовать их. Вот мы и подумали, а почему бы и нет. Давай добавим несколько воздушных шариков. И если ты хочешь лететь низко и медленно, то можешь это сделать. Вот так. Мы хотим поговорить об освещении. Да, потому что это один из первых кадров, где ты видишь разницу. Таким образом, освещение теперь учитывает лучи, проходящие через атмосферу до того, как они попадают в облака или что-то еще. Вот почему теперь у тебя могут быть облака, которые во время заката становятся белыми вверху, как перистые облака, и желтыми внизу. Это то, что раньше было невозможно, а теперь стало возможным. И ты видишь гораздо больше, гораздо больше вариаций цветов на небе, особенно на закате и восходе солнца. И вот еще что, не знаю, известно ли тебе об этом, но я не видел, сколько было видео, на которых можно было бы выбрать, какой именно. Так вот, этот ифтл называется The Jobist Four, и на мой взгляд, это одна из самых многообещающих записей в эфире рынок такси, и этот самолет создан и за счет эффектов полета. Еще раз повторю, дирижабли чем-то похожи на воздушные шары. Это действительно очень медленно, но ты можешь получить определенный взгляд на мир, который просто отличается от других и является социальным, что мне нравится. И потом, очевидно, освещение здесь выглядит потрясающе. Да, так вот, я думаю, что освещение — это просто результат общего процесса исправления, улучшения формул и математического расчета освещения. И в целом это выглядит намного реалистичнее, даже несмотря на то, что на самом деле в мире используются те же источники света, те же меры. Так что то, что было сделано раньше, все еще работает. Просто работает намного лучше. Да, мы приехали сюда так рано, что многие люди сразу это заметили. Твен Отер, да, в самом начале, когда мы разговаривали с командой дизайнеров, они спросили нас, эй, какой самолет мы хотим для системы активного отдыха. Они сказали, что это универсальные самолеты, которые могут многое сделать. Ну что же, Твен Отер вполне подходит для этого. Так что мы поговорили с нашими друзьями из Аэрософт и сказали, эй, давай просто возьмем твой. Они убрали его с рынка, так что никто его не покупает, и мы выпустили его практически бесплатно. Он будет почти полностью переделан. Так что суть в том, что мы просто отсканировали самолет с нуля. Любая сборка это создание искусства, и Ханс со своей командой собираются модернизировать все системы. И это действительно сделало меня счастливым. Один из вас сражался с крокодилами и был очень взволнован. Да. Прямо здесь. Ты хочешь что-то сказать? Да, так вот. Это один из 30 новых биомов. Это мангровый биом. Да. Все в порядке, и это просто еще один пример того, что на самом деле дает нам сельская местность. Это во французских Альпах, недалеко от Гренобля. Итак, на данный момент Microsoft купила около миллиона квадратных километров этой территории, и мы планируем использовать ее для полетов в 2024 году. И в ближайшие годы это будет доступно для всех. Это процесс, просто хочу сказать, что в ближайшие годы мы получим гораздо больше. Прямо сейчас у нас есть множество национальных парков, таких знаменитых горных массивов в Европе, но с течением времени их будет становиться все больше и больше. Я предсказываю, что в долгосрочной перспективе весь мир будет выглядеть именно так. Здесь особо нечего сказать. Так оно и есть на самом деле, так что это просто наше стремление отправиться в самое отдаленное место, насколько это возможно. Так что это просто вертолетная площадка и еще что-то, я думаю это в Ирландии или где-то еще, я забыл. Это дань уважения. Я вставил этот кадр в трейлер, когда если ты помнишь, мы говорили, эй, тебе нужно достать топ-ган. И я подумал, о, правда, все в порядке. Так что это кадр, посвященный празднованию топ-ган. А вот на первом кадре очевидно изображен А310, А310, А10. Ближе, ближе. А10. Я не знаю, известно ли это широкой публике, но этот самолет создан компанией DC Designs. Хорошо, тогда вот этот эпизод добавлен. Я думаю, он просто показывает, насколько низким и быстрым он может быть, а также забавным. Так вот, эти ультралайты укрепляют мышцы. Я думаю, что это будет здорово. Мы делаем это довольно часто. И ты снова можешь увидеть лазурь в действии, где она распознает дороги, пешеходные тропы, деревья и все расставляет правильно. Все трехмерно и выглядит намного лучше и реалистичнее вблизи Земли. Это все трехмерные площадки. Камни расставлены искусственным интеллектом. У тебя есть кактусы, у тебя есть кусты, все выполнено в виде трехмерных сеток, и это создает совершенно другие ощущения, чем просто ровная площадка, которая была у нас раньше. Да, это биом тропического леса. И здесь ты можешь увидеть смену времен года в действии. Да, в симуляторе есть сезоны. Так что каждая порода деревьев, каждая трава, каждый куст имеют одинаковую поддержку сезонов и полей. И все выглядит по-разному в зависимости от времени года. Да, кстати, самолет называется Magni M24 Orion, и он сделан из голубой сетки. В бассейне появится три новых сверхлегких самолета. Я думаю, что в прошлом году мы показали кое-что из этого. Мы хотели снова показать этот снимок, эту инфляцию, но в виде каркаса, так что есть видео. Каждая ниточка, которую ты видишь здесь, физически смоделирована. На каждой поверхности есть давление, имитация конвекции, и это естественным образом надувает воздушный шар именно так. И это легко создать, потому что эта физическая сетка накладывается на художественную сетку путем своего рода морфинга, смешивания, как при анимации лица, что позволяет автоматически анимировать реальную сетку, которая может придать ему ту форму, которую вы хотите, главное, чтобы он был близок к воздушному шару. Но сейчас все это смоделировано физически. А что касается освещения, то вы можете видеть, что это слегка просвечивающая ткань, просвечивающая сквозь ткань, через воздушный шар и на земле. Реалистичный полупрозрачный тканевый материал. И это идеальный снимок, чтобы рассказать о перистых слоях освещения. Это было бы невозможно, если бы у нас не было разных цветов освещения в зависимости от высоты облаков. И на этот раз вы можете отчетливо видеть перистый слой вверху. Так что, по сути, мы хотели показать атмосферу. И что может быть лучше для этого, чем Оспри-воспри, боже мой, мне действительно стоит остановиться. Это оптика. А оптика, как некоторые из вас уже догадались, на самом деле, это оптика от Godfrens, но улучшенная. Это твои друзья по внутренностям. Опять же, это тип освещения, при котором основной слой окрашен в темно-синий цвет, а сзади видно, что он весь оранжевый. Это возможно только благодаря новому механизму освещения на Солнце и реальной симуляции атмосферы. Таким образом, все это реалистично, анимировано и смоделировано. Это шейдер, а не сетка. Это действительно имитация северного сияния. И они выглядят потрясающе. На правой стороне вы можете увидеть новое рассеивающее освещение, которое сливается с аурой. Это действительно выглядит потрясающе. Все в порядке, небо зовет. Ответь на звонок, и мы объявим о нашем свидании. Так что надеюсь было немного весело просто разобрать трейлер для вас, ребята. А теперь мы переходим к следующему разделу этой презентации. Здесь есть несколько стульев, потому что мы привлекаем множество партнеров. Так что давай поговорим о партнерстве. Спасибо тебе, Сёб. Итак, полеты в 2024 году, у меня есть новая идея, я называю ее так, она создана для сообщества вместе с сообществом. Итак, партнеры по развитию, у нас очевидно есть 200 человек в особо, о которых мы уже говорили, но у нас есть большое количество других людей, которые привнесите их опыт. И я просто скажу, что Исоба это ядро, но мы добавляем людей и первые, которые вы все знаете и любите, рабочее название. Команда была сформирована в 2020 году из членов сообщества, у них было несколько отличных бесплатных дополнений, и я помню как позвонил им и сказал Эй, ребята, вы хотите заниматься этим полный рабочий день? Но тогда им было по 5 лет, а сейчас им по 25 или 26. Разве это не отличная картинка для команд? Да, все в порядке, и сегодня у нас гость. Это Роб, который расскажет тебе немного о том, над чем еще работает Воркинг Тайтл. Все в порядке, это Роб Джонс. Может быть. Спасибо, Йорк, и всем привет. Я действительно рад быть здесь, на выставке в СКСПО, чтобы рассказать немного о некоторых действительно крутых вещах, над которыми наша команда работала для FlightSim 2024. В течение многих лет пилотажникам приходилось полагаться на инструменты, находящиеся за пределами симулятора. Являются внешними по отношению к нему для планирования виртуальных полетов, особенно более сложных. Для нашей команды разработчиков СИМа это стало огромной возможностью для инноваций. И мы с невероятной гордостью сообщаем тебе, что с выходом FlightSimulator 2024 все изменится. Мы добавляем в FlightSimulator полнофункциональный инструмент планирования полетов. Приготовься к четырем полетам непосредственно в СИМуляторе. Этот новый планировщик полетов будет доступен на разных платформах, как внутри симулятора, так и за его пределами. Так что ты сможешь заранее спланировать полет в своем браузере, на планшете или даже на телефоне. Или, если ты предпочитаешь, ты также можешь составить свой план и следить за ним в виртуальной кабине пилота. Ты можешь не только планировать свой полет, но и отслеживать его ход на карте в режиме реального времени, как внутри симулятора, так и за его пределами. Таким образом, планировщик полетов включает в себя множество функций, но есть несколько, которых мы действительно ждем с нетерпением. Мы собираемся предоставить вам графическое и текстовое планирование маршрута, планирование топлива и полезной нагрузки, планирование вертикального профиля, планирование ATOPS, типичную информацию для брифинга, такую как погода, нет дамбы и информация об аэропортах. И, конечно же, ВИОР. И, конечно же, ВИОР графики, включая наложенные графики. На карте представлены виды ВИОР и ИФР, включая процедурные наложения и диаграммы. Мы также предоставляем навигационные блоги, ориентированные как на ВИОР, так и на ИФР, а также настраиваем ИОФТС. Инструмент планирования полетов будет доступен на всех платформах, включая ПК и Xbox, веб-браузеры и мобильные устройства. И я думаю, что он тебе понравится. Да, вот и все. Да, наконец-то, еще кое-что. Это очень просто. Мы знаем, что многие из вас видели трейлеры АМС-2024 ранее в этом месяце, и это вызвало некоторую дискуссию о бортовом оборудовании для включенного самолета. Так что мы рады сообщить, что одной из платформ, которую мы создали для Flight Simulator 2024, является Primus Epic 2. Этот современный набор будет доступен не только в PC-12, но и как вся наша другая авионика, которая также будет доступна разработчикам через платформу Avon X Framework для включения самолетов третьей стороны. Так что я хочу поблагодарить Йорга и Сиба за предоставленную мне возможность рассказать немного о некоторых проектах, над которыми команда работала для Flight Stream Leader 2024. И я не могу дождаться, когда увижу вас всех там в ноябре. Спасибо тебе, Роб. Все в порядке, ты уже немного показал это. Вот и наступил кульминационный момент. Кто, черт возьми, такой этот кульминационный момент? Итак, Climax это игровая студия, основанная в 1988 году. В те времена они назывались Images Studios. И вот что произошло, я посмотрел на все, что мы хотели сделать, и понял, что у нас не хватает людей. Так что я спросил Climax, смогут ли они нам помочь, и я работал с ними над тем, что я правильно понял из игр, так что я работал с ними над Crackdown 3. Я работал с ними над четвертой частью Age of Empath, и они действительно очень хороши. Так вот, я очень хорошо знаю генерального директора Саймона, и у него была подготовленная для нас команда, которая поможет нам с такими вещами, как Red Bull Air Racing и Renault Air Racing. И что касается Renault, то я немного сожалею об этом, потому что я хотел, чтобы в Renault играли как можно чаще, и мы сделали это платной игрой. Не надо было этого делать. И мы собираемся это исправить. В 2024 году, мы планируем использовать базовый опыт Renault в качестве основы для полетов. И тогда я знаю, ты знаешь, но мы-то знаем. Так что у меня есть еще одно объявление о партнерстве, и у нас есть Тони. Тони здесь. Ага. А вот и Тони. Спасибо тебе, Йорк. Спасибо вам всем. Я Тони Лактета, главный операционный директор Ассоциации воздушных гонок Renault. Мы проводим национальный чемпионат по воздушным гонкам, который чаще всего упоминается в известных рекламных объявлениях, в том числе в Microsoft Flight Simulator. Как воздушные гонки Renault. Большая кнопка. Поехали. Еще один. О, вот и она. Извини за это. Так что для тех, кто не знает, чем мы занимаемся, я проведу здесь очень-очень краткий урок истории. Мы 8 самолетов, которые мчатся крыло к крылу по замкнутому маршруту, закрытому пилону, на высоте от 50 до 250 футов над землей, со скоростью более 500 миль в час. Через час. Наскар в небе, но намного быстрее, не так ли? К тому же это еще и Steel Drag, который представляет собой двухметровую гонку на самолете с торможением вниз и назад. Последние 60 лет мы участвовали в гонках в небе над Рино с 1964 по 2023 год. Примерно год назад нам сообщили, что нам нужно будет найти новую гонку. Домой. Так вот, за последний год мы потратили большую часть нашего времени на то, чтобы разобраться в этом. И недавно, около месяца назад, мы объявили, что Розуэлл, штат Нью-Мексико, станет новым местом проведения национального чемпионата по воздушным гонкам, начиная с 2025 года. Итак, в связи с этой новостью и причиной, по которой мы все здесь собрались, я, конечно же, хочу поговорить о нашем партнерстве с Microsoft, которое началось в 2020 году, а мы выпустили, я думаю, в 2021, верно? Это было тогда, когда ПАК наконец-то вышел в свет. Да. Много работы, прекрасное партнерство. Детали, которые они вложили, были потрясающими. Это превзошло все, что мы могли себе представить. Я больше не буду говорить о будущем. Но это было невероятное партнерство. С ним было приятно работать, и реакция была фантастической. Так что я невероятно рад объявить прямо сейчас, что Microsoft Flight Simulator добавит новые гоночные трассы в Розуэлле к предстоящему выпуску Flight Simulator. Что действительно здорово в этой игре, так это то, что она выйдет еще до начала гонки. Это означает, что вы все сможете пилотировать трассу до того, как наши пилоты начнут ее пилотировать. Спасибо тебе, организация. Так что я надеюсь, что вам всем это понравится. Большое тебе спасибо. Мы действительно в восторге от этого, и не можем дождаться, чтобы узнать, что ждет нас в будущем. Спасибо, Джордж. Это потрясающе. Все в порядке. Вот список желаний. Мы читаем списки желаний. Мы знаем, что такое третий пункт списка желаний. Нет? Функция воспроизведения. Да. Я уже некоторое время нахожусь в списке желаний. Мы всегда говорили о том, что обязательно попробуем это. И знаешь что? Мы нашли подходящего партнера, который поможет нам это сделать. И Фабио поднимаются сюда. Фабио, come up here. Всем доброе утро. Я Фабио Мерло, разработчик системы записи воспроизведения управления полетом. Мне очень приятно быть здесь, в Вегасе, на выставке FS Expo 24, и спасибо Microsoft и Azobo, которые пригласили меня. Моя страсть к авиасимуляторам началась в 1994 году с Flight Simulator 40. Я наслаждался каждой итерацией полета серии Flight Simulator, и благодаря этой страсти я учился и работал в индустрии разработки программного обеспечения. Извини, управление полетом повторяется. Я разработал управление полетом, повторяется, для просмотра моих полетов, и изначально это был мой личный проект, и только после того, как я опубликовал его для сообщества. Да, извини. Возвращайся назад, да. Все в порядке. Сегодня я очень рад объявить, что самая важная функция воспроизведения управления полетом пятой версии будет интегрирована в Flight Simulator 2024. Говорить о функциях, которые будут встроены в кард, будет функция записи и воспроизведения. Таким образом, ты сможешь сохранить, создать свой полет. Сохранить и воспроизвести его. Там тоже будет что-то интересное. Извини, мне нужно запустить видео еще раз. Да, хорошо. У нас также будет функция мгновенного воспроизведения. Это еще один шаг вперед, позволяющий быстро просматривать критические моменты, такие как посадка и взлет, не прерывая сеанс. Ты можешь это сделать. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ты можешь воспроизвести последние минуты своего выступления, это доступно в любое время. Легко управляй этим с помощью ползунка времени, и если хочешь, можешь нажать на кнопку «Взять управление самолетом». Таким образом, ты сможешь взять управление своим самолетом в свои руки. Еще одна особенность — это самолет-призрак. Самолет-призрак — это функция, которая позволяет тебе использовать призрака, и самолет-призрак будет следовать по траектории твоего полета в режиме реального времени. И таким образом ты сможешь наслаждаться самолетом-призраком. А также настраивать этот опыт, настраивая смещение расстояния, угол наклона, угол в градусах смещения и задержка между маневрами с пользовательского самолета и самолета-призрака. Еще одной функцией будет искусственный интеллект, который позволит формировать полет на другом уровне в режиме воспроизведения. Таким образом, вы сможете заполнить свое небо еще большим количеством самолетов, и это будет другой способ воспроизведения, потому что с помощью этой функции вы сможете это сделать. С помощью этой функции вы сможете воспроизвести траекторию своего полета, ранее записанную с помощью искусственного интеллекта. И последнее, но не менее важное, мы также внедряем встроенную камеру в CarFly by Camera только для записанных полетов. Спасибо тебе за твою постоянную поддержку и за то, что ты присоединился к нам сегодня, а также спасибо Microsoft и SOBO за эту большую возможность для меня и для сообщества. Большое тебе спасибо. Это потрясающе. Спасибо тебе, Фабио. Я попросил его приехать специально для этого из Италии, так что я действительно благодарен тебе за то, что ты это сделал. Ну ладно, вот мы и поговорили о некоторых глухих партнерах. А теперь давай поговорим о некоторых партнерах по всему миру. Мы ведь ищем идеального цифрового двойника, не так ли? Так что мы делаем очень много. Так что никто не удивится. Ты же знаешь о Гио. Они работают над большинством обновлений нашего мира и нашего города. Сейчас их более 100 человек, по-моему уже 115, и все они работают над Microsoft Flight Simulator вместе с нами. Так что все фотографии, которые мы видели в последнее время, были от них. Они также не так хорошо известны. У них есть исследовательская группа, которую я довольно часто использую. Они занимаются редактированием Тин. Так что если ты думаешь, что Тин-Сити стал намного лучше, то это благодаря им. И они вносят большой вклад в развитие полетов в 2024 году. Например, вот аэропорт Кеннеди в 2020 году, а вот он в 2024 году. Это 2024 год. А спен, который, как мне показалось, хорошо смотрелся в 2020 году. Вот Дани Гул в Ирландии. Так что разметка на местности будет значительно улучшена. В какой-то момент у нас будет отдельный раздел вопросов и ответов для разработчиков или что-то в этом роде. И еще есть кое-что, о чем мы еще совсем не говорили. Скользите вместе, парусные самолеты, нам не все равно. Я очень переживаю за парусные самолеты. Я надеюсь, что ты тоже так думаешь. Мы изо всех сил стараемся сделать полет на парусном самолете по-настоящему незабываемым. Это всего лишь одна база или ангар для парусных самолетов, если хочешь. У нас будут все они. Это первый раз, когда мы создали базу данных, первый раз, когда мы связались буквально со всеми планерными школами на Земле и спросили, «Эй, какие у вас есть планеры? Какие у вас лебедки?» И мы моделируем их все. Вот здесь ты видишь некоторые лебедки. И это будет потрясающе качественное изделие. А потом ты увидел ту единственную нефтяную вышку, верно? Да. Полеты в 2020 году сыграли свою роль. Но мы не просто строим одну нефтяную вышку, или две, или три, или что-то в этом роде. Ну, это уже слишком. Мы строим все нефтяные вышки в мире. А потом кто-то сказал что-то о кораблях. Я подумал, о, я принимаю этот вызов. Кто-то сказал, о, эти корабли в трейлере выглядят не очень хорошо. Это правда, это были корабли 2020 года выпуска, но мы создаем корабли 2024 года выпуска. Я просто хотел тебе кое-что показать. Так что это именно то качество, на которое ты можешь рассчитывать. Я полностью одет. Очевидно, что ты сможешь приземлиться на эти штуки, если у них есть вертолетная площадка. Вот изображение траулера, и у нас будет гигантский флот кораблей, и Гайя отлично справляется со всеми этими задачами, и нам помогли. Возможно, ты знаком с глобальным движением судов с помощью искусственного интеллекта? Мы работаем уже очень давно. Так что повторяю, это партнерство с лучшими. Давай объединимся с сообществом и воспользуемся имеющимся опытом. Итак, Хенрик Нильсон запустил Гайст в качестве бесплатной программы еще в 2013 году на Эвс. С тех пор она стала бесплатной. У нас есть спонсоры из 15 стран, и он очень помог нам с выбором парка оборудования и с тем, как нам действительно разобраться во всем этом. И, кстати, у меня есть его фотография прямо здесь. Он не смог прийти сегодня. У этого человека тяжелая работа, не так ли? Так что я думаю, сейчас он где-то в Южной Америке. Но он нам очень помог. И еще нам помогает Кай. Я не знаю, знаком ли ты с Каем, он входит в группу компаний Альфа Индия, Айк, возможно ты их знаешь. Он работает там с 2012 года. И он работал с Хендриком над проектом Global AI Ship Traffic League. И я не знаю, следил ли ты за этим, но это прекратилось, потому что был куплен поставщик данных. И вот я позвонил им и сказал, эй, мы пытаемся сделать что-то подобное. Так что на самом деле сейчас мы передаем им данные, как я уже говорил ранее, от имени компании под названием Spire. И эти ребята помогают нам правильно выбирать суда, а также следить за тем, чтобы движение было правильным. Так что все будет здорово. Еще один партнер, который, собственно говоря, не нуждается в представлении. Посмотри на свой Талрип, его имя указано прямо там. Майкрософт сотрудничает с РФКС уже несколько лет. Они, очевидно, сделали World Update. Не знаю, известно ли тебе об этом, но 7 обновлений для Австралии, 12 для Новой Зеландии и 13 для Океании были сделаны ими. Они создали два самолета, FAKA F7 и Karibu. И еще менее известно, что они команда, которая занимается сбором и редактированием нашей документации. Так что, например, когда мы обновляем мир, мы получаем новые интересные ландшафты благодаря команде Orbex, а также работаем над управлением World Hub. И вот сегодня у нас здесь есть Хольгер, Хольгер Сандман, Хольгер. Чтобы рассказать нам о некоторых, возможно, не столь ожидаемых проектах над этим, они также работают для полетов в 2024 году. Вот и все. Привет всем. Приятно видеть, что Orbex может собрать огромную толпу. Вот так. Извини. Поехали. Итак, я возглавляю геопространственную команду Orbex и работаю в компании уже около 15 лет, на самом деле больше 15 лет. И за это время мы накопили большой опыт работы с большими геопространственными базами данных, их обработки и последующего преобразования в региональные базы данных. А иногда и глобальные проекты, которые мы создаем уже долгое время. Причина, по которой я показываю тебе именно эту карту, которая по сути является стандартной картой ПВП, заключается в том, что она содержит пространственные данные, которые очень важны для пилотов, а именно вертикальные препятствия. И как ты, наверное, знаешь, они присутствуют на этой карте в основном как символы, но очевидно, они присутствуют на местности, и пилоты стараются избегать их, но также используют в качестве важных навигационных ориентиров. Я должен сказать, что в Microsoft 2020, то есть в текущей версии симулятора, как вы, наверное, знаете, они представлены очень слабо. И именно поэтому есть несколько самых больших антенн или вышек, телевизионных башен, которые были смоделированы как отдельные пои в мировых обновлениях или в основной симуляции. Но кроме этого, она, по сути, вообще не представлена. На самом деле, если вы летаете ночью, вы, вероятно, видели эти красные зависающие огни, которые являются сигнальными огнями для определенной массы антенн. Но самих моделей не существует. Значит, днем ты там ничего не увидишь. И это, по сути, означает, что пропали тысячи, а на самом деле сотни тысяч этих важных объектов. Итак, Йорк, я и наша команда довольно давно обсуждали этот недостаток, и нам не потребовалось много времени, чтобы решить, что мы должны что-то предпринять по этому поводу. И вот мы приступили к реализации проекта, который будет охватывать все эти вертикальные препятствия. Таким образом, сюда входят антенны, вышки, градирни и другие подобные объекты, ветряные турбины и тому подобное. Да. Кликер работает медленно. Я попробую это сделать. Не то, чтобы я был в восторге. Возможно, батарейка разрядилась. Да, возможно, конечно. Итак, мы приступили к этому проекту около 18 месяцев назад. Итак, мы занимаемся этим уже довольно давно, и очевидно, когда мы начинали, мы также знали, что уже существует проект, который пользуется большой популярностью. Это проект автострады под названием Relave Weor, которым занимается компания. Все верно. По сути, это команда мужа и жены из Польши, и они действительно занимались подобными проектами или преследовали схожие цели с момента выхода Microsoft 2020. Поэтому мы обратились к ним и спросил их, не хотят ли они присоединиться к проекту, и они были очень рады сделать это. Итак, мы сотрудничаем с компанией Puffin Flight, так называется эта компания, и будем вместе работать над базой данных препятствий. И чтобы дать тебе представление о масштабах этой работы, спасибо тебе. Итак, вот лишь некоторые данные, относящиеся к одному из этих препятствий. Итак, как я уже сказал, это высокая массовая антенна, которая уменьшает размеры полумиллиона отдельных объектов по всему земному шару, так что их очень много. И это, очевидно, также создает ряд серьезных проблем. Итак, во-первых, очевидно, что существуют опубликованные базы данных для некоторых из этих препятствий, но они часто очень противоречивы с точки зрения их качества. А особенно с точки зрения типов данных или параметров, которые нам требуются, что по сути является точным описанием местоположения. Учитывая, что Microsoft Flight Simulator основан на артофотографии, так что вы действительно увидите отпечатки отдельных объектов на земле. Так что если это на 100 метров левее, или правее, или даже дальше, то это уже не очень хороший результат. И то же самое касается того, что даже основные параметры, такие как рост или тип фигуры, часто на самом деле не очень точны и корректны. Итак, первая задача для нас состояла в том, чтобы найти все доступные данные и затем проанализировать их с точки зрения качества. Того, что мы можем сохранить, а что должно быть сохранено. Заменено то, что должно быть проверено. Итак, по сути, это очень большой проект, основанный на базе данных. Таким образом, мы не говорим о создании отдельных моделей для каждой из этих антенн, что, очевидно, невозможно, если речь идет о полумиллионе или более объектов. А скорее мы создаем базу данных, и для каждой из этих точек. Каждое из этих сооружений имеет столько же параметров, которые описывают тип, форму, высоту, цвет, различные типы освещения. Кроме того, у нас есть библиотека моделей объектов, частей объектов, которые затем можно собрать, выбрать наиболее подходящий и похожий тип объектов, и превратить эти объекты в декорации. Пожалуйста, следующий слайд. Вот еще несколько похожих слайдов, на которых показано количество задействованных объектов. И я хочу обратить ваше внимание на то, что, как правило, в таких случаях большинство точек сбора данных находятся в Европе, Северной Америке и, возможно, Океании. Мы стремимся сделать этот продукт по-настоящему глобальным, что означает, или я бы сказал, является особенностью нового симулятора. И это означает, что мы действительно уделяем внимание всем небольшим странам, а также странам Африки и Азии по всему миру. Таким образом, мы стремимся получить согласованный глобальный набор данных, который затем будет использоваться для создания антенн и других препятствий по всему земному шару. Спасибо тебе. Так что у нас пока нет прямых скриншотов, чтобы показать их тебе, но ближе к концу у нас есть всего несколько примеров того, что было до этого. И после этого. Вот как это выглядит на данный момент. В симуляторе это электростанция, а затем градирни и дымоходы. А также соответствующие визуальные эффекты. А затем на этом скриншоте показано разнообразие антенн. Итак, мы не собираемся размещать везде один и тот же объект, о котором я упоминал, но у нас есть наша база данных, и база данных фактически сообщит, какие объекты мы будем размещать. И таким образом, четности группировка антенн будут представлять реальную картину. Окружающий мир настолько близок, насколько это возможно. Таким образом, мы действительно считаем, что это важный шаг вперед в области авиасимуляции в целом для нас, но также и лично для меня. Я думаю, что это захватывающий пример того, как авиасимуляция стимулирует разработку базы данных, которые сегодня даже не существуют для коммерческой авиации. Таким образом, постоянство, качество и точность — вот наша цель, и мы надеемся достичь ее. И это будет включено в основной симулятор как на 2024, так и на 2020 год. Хорошо. Большое тебе спасибо. Наслаждайся шоу. Спасибо тебе. Ну что же, спасибо тебе. У нас много сверхурочных, так что я собираюсь это сделать. Я собираюсь это сделать. Да. Привет, Эван. Извини, я не знаю, где ты находишься. Мы партнеры по самолетам. Так что мы уже анонсировали несколько проектов, но мы стремимся работать с лучшими, и вот новое объявление на сегодня. И у нас есть еще один спикер, Рэймонд Кульман. Спасибо тебе, Йорк. Привет, ребята. Прежде всего, спасибо тебе. Спасибо этому замечательному сообществу. Ты действительно самый лучший. Я думаю, здесь написано Рэймонд Кульман, но возможно ты лучше знаешь меня как Скотта Гравелла, и я собираюсь показать тебе несколько крутых вещей. Теперь ты снова увидел этот замечательный самолет, спроектированный с нуля, оптика. Прекрасное наблюдение за самолетом. Тебе это нравится в виртуальной реальности. Это здорово. А вот и наша команда. Свежее фото. Они сидят вон там. Мы все тебя любим. Мы это знаем. Теперь это планеры, мы любим планеры, ты же знаешь, что наши друзья обожают планеры. Но нам нужно было что-то большее. Нам нужна была авионика мирового класса для современных планеров, которая действительно может поднять ваше скольжение на новый уровень. Вам нужен бортовой компьютер, который принимает планы полета в Microsoft Flight Simulator и преобразует их в популярные задачи по планированию, которые включают в себя прямые расчеты путевых точек, высоту прибытия и все, что вы используете для выполнения всех задач. Это путь к завершению. Так что это открывает путь и для Xbox, чтобы наконец воспользоваться этим. Таким образом мы получаем действительно хороший бортовой компьютер от Alex Family. Мы воспользовались поддержкой Яна, также более известного как B21. Он тоже занимается этим уже долгое время. Он разработан с нуля. Это замечательный бортовой компьютер. Очень мощный, легко настраиваемый. У вас есть темный режим, светлый режим, и вы можете отключить всю эту визуализацию данных, которую вы видите. Вы можете полностью настроить ее, чтобы получить больше данных или улучшить видимость карты. Это действительно зависит от вас. И это действительно поможет вам лучше спланировать свое скольжение с учетом всех температурных условий и всего остального. Ты очень, очень способный. Сейчас слишком много всего нужно рассказать, но поверь мне, все будет замечательно. Это набор, так что это не просто навигационный компьютер Alex, это еще и Alex Vario, а не то, что у тебя есть сейчас. Это будет очень, очень мощный компьютер. Он полностью укомплектован и обеспечивает все скорости, которые вы ожидаете. Так что у него есть нет, а полная скорость полета Магрити. В нем есть несколько страниц. Там есть страница скорости ветра, а также, как вы можете видеть здесь, страница искусственного горизонта и настройки. И поскольку это набор инструментов, они работают вместе. Так что если вы настроите свои показатели для одного, они автоматически будут такими же, как и для другого. Вот такой замечательный набор инструментов вы найдете в планерах, которые будут поставляться в Microsoft Flight Simulator. Анонс самолета. Ты готов к этому? Я слышу много предположений в интернете. Да, ты же не хочешь, чтобы я заставлял тебя ждать, не так ли? Все в порядке. Вот один из них. А теперь, возможно, некоторые из вас зададутся вопросом, что это за штука. Это замечательный планер. Это своего рода роскошный планер. Это самозапускающийся планер сайд-бай-сайд с двигателем внутреннего сгорания Rotex 914. Это модель Stemmy S12. В реальном мире тяжело работать. Эта штука очень-очень дорогая, но кого это волнует, мы слышали, что теперь все можем летать на ней. Так что это прекрасная машина. Мы приложили все усилия, чтобы добиться реализма. Солнечные панели здесь действительно работают, принимая во внимание положение солнца и широту, на которой вы находитесь. Так что они действительно поглощают случайное количество солнечной энергии, чтобы помочь зарядить ваши системы, если ваш двигатель выключен. Замечательные детали. Я думаю, это выглядит действительно хорошо. Здесь будет авионика, а также навигационный комплекс Alex. Он очень-очень функциональный. Даже дроссель работает над этим. Так что да, мы постарались на славу. Тебе это понравится. Он действительно величественно скользит, как и следовало ожидать. Его длина составляет 25 метров, и он не будет таким проворным, как 15. Система закрылков полностью функциональна, как и следовало ожидать от планеров, потому что когда вы выбираете закрылки на планере, это происходит автоматически. Это немного отличается от обычного самолета. На параплане закрылки помогают поддерживать определенную скорость. И именно это и происходит. Так что если вы используете полностью отрицательные закрылки, он пытается развить скорость выше 100 узлов. А если вы снижаетесь, он пытается двигаться медленнее. Так что это похоже на работу шестеренок в автомобиле, как в реальной жизни. Это прекрасно. Самолет очень-очень устойчив. Потому что он такой большой. Возвращаемся в Нью-Йорк. Все в порядке. Еще одно объявление о партнерстве. Я только что сказал изобретатель, и сказал, что просто не собираюсь ничего говорить. Этот парень может говорить сам за себя. Поехали. Привет, приветствую всех вас, фанатов Microsoft Flight Simulator. Для тех из вас, кто меня не знает, меня зовут Майк Падди. Мне нравится создавать дикие, сумасшедшие летательные аппараты, начиная от самолетов для перевозки мотоциклов в глуши, и заканчивая моим легендарным самолетом для перевозки кустарников под названием Draco, который, к сожалению, я разбил, но я возвращаю его больше, лучше, больше силы. Реактивный двигатель мощностью более 1000 лошадиных сил, вращающий пропеллер, позволяет летать и строить самый безумный из когда-либо созданных буш-планов. В моем магазине сейчас идет работа над этим самолетом, но для тех из вас, кто любит авиасимулятор, этот самолет Draco X. Новый, более крупный и усовершенствованный самолет для Backcountry Radical Bushplane. И благодаря современным технологиям, которыми мы располагаем сегодня, вы можете летать на нем на симуляторе, пока я собираю его в мастерской. Технология позволяет нам использовать более одной лошадиной силы, большие крылья, все модификации, которые я делаю в реальной жизни, и вы будете летать на первом месте. Потому что Microsoft работает в паре со мной, чтобы донести это до вас как можно раньше. Так что добро пожаловать в Draco X. Подписывайтесь на мой канал, мой сайт MikePay.com У меня есть канал MikePay на YouTube. Наслаждайся сборкой, управляй самолетом, пока я готовлю более крупный и качественный Draco X. Люблю вас, ребята. Возвращайся к работе. И вот оно. А кто делает эту штуку? Да. Все в порядке. А потом у нас есть еще кое-что напоследок. О да, я хотел тебе сказать. Так что просто повторю, мы созданы для сообщества, вместе с сообществом. Я надеюсь ты сегодня это увидел. У нас есть Soba Working Title и целая куча других партнеров, и это сделает их лучшими в мире. Так что я очень благодарен за эти партнерские отношения. Вот мы и здесь. Мы добавили еще несколько человек. Я думаю, что сейчас нам уже по 18 или около того. Так что в ближайшие месяцы нас будет еще 10. Веселье еще не закончилось. А да. А вот и еще кое-что. Я очень рад сообщить тебе кое-что, о чем мы с тобой очень рады сообщить. А теперь заканчиваем. Самый сложный самолет, когда-либо созданный компанией Soba. Сёп, давай же. Я щелкну для тебя. Ты можешь взять мой. Ну что, ты уже догадался, что это такое? Да. Так что мы можем рассмотреть множество деталей на этом самолете, да. Это потрясающе. Просто скажи это. Да, это потрясающе, да. Так что мы будем частью Boeing 737 MAX 8. Мы будем частью базового симулятора. Да, 2024 год. Все в порядке, вот и все. Спасибо тебе. Я надеюсь, тебе было весело. Я надеюсь, что это было интересно. И я надеюсь, что ты чувствуешь то же, что и мы, что лучшие дни для моделирования полетов еще впереди. Небо зовет тебя. Увидимся там со всеми вами. Прежде чем мы все уйдем, я знаю, что, во-первых, на трансляции было несколько удивительных реакций. Я просматривал все чаты, но, конечно, здесь, в зале, реакция была еще лучше. Я знаю, что у нас немного не хватает времени, но я подумал, что если у людей возникнут какие-либо вопросы, мы могли бы ответить на них? Что ты об этом думаешь? Мы можем ответить на несколько вопросов. Да? Так вот, в комнате есть несколько микрофонов. Если вы, ребята, хотите встать и выстроиться в очередь. Я знаю, что будет немного сложно ответить на слишком много вопросов, но мы постараемся ответить хотя бы на несколько. Те из вас, кто смотрит онлайн, также должны помнить, что это выставка Flight Sim Expo 2024 в Вегасе. У нас впереди еще один день. Если ты хочешь прийти и задать этим людям несколько вопросов лично, ты можешь прийти сюда завтра. Завтра состоится еще одна презентация о маркетплейсе. Это будет очень интересно. И это тоже. Так что, Йорк, я оставлю тебя в группе, чтобы ты ответил на несколько вопросов. У вас у всех есть микрофоны. Я думаю, что ты будешь лучшим. Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Да. Все в порядке, звучит заманчиво. Ну что же, тогда давай начнем с этой стороны, пожалуйста. Просто назови свое имя, откуда ты родом, и тогда ты сможешь задать свой вопрос. И если мы сможем просто убедиться, что микрофон с этой стороны включен, пожалуйста, ребята. У нас должна быть возможность говорить прямо в него. Хорошо, как насчет этого слайда? Он тебе нравится? Да, похоже, это работает. Давай, назови свое имя, откуда ты родом, и ответь на свой вопрос. Да, меня зовут Марк. Я из Чикаго. И прежде всего, спасибо всем вам и всей команде. Мой вопрос касается конкретной системы миссий. И независимо от того, будет ли она доступна через ДЭК, сможем ли мы создавать наши собственные структуры миссий и встраивать их в игру? Мы еще не получили достаточно подробной информации об этом. В конечном счете, я бы хотел, чтобы в симулятор курса был встроен режим карьеры. Да, так что у нас есть режим карьеры, я думаю, ты это знаешь. Может быть ты и прав, мы еще не так много говорили об этом. Да, нам так много нужно сказать друг другу. Я бы просто сказал, что мы действительно стараемся сделать это таким образом, чтобы ты мог выбрать свою страсть к авиации. Все в порядке. Так что тебе нужно пройти сертификацию. Это вовсе не игра. Как будто на самом деле это не так. Так что тебе нужно получить сертификаты на самолеты, на которых ты хочешь летать, и на миссии, которые ты хочешь выполнять там, где они находятся. Но нужно еще многое сказать. Я думаю, что, к сожалению, нам придется перенести это в автономный режим. У тебя тоже есть симпатичный стенд прямо на улице. Хорошо, подойди сюда, пожалуйста. Привет, ребята. Я просто хочу сказать, что ты создал самого красивого симулятора, которого мы когда-либо видели. Спасибо тебе. К сожалению, я хотел бы поговорить о том, как скрыть это. Нам нужно поговорить о видимости. О видимости. Ты знаешь, что ты создал этот прекрасный симулятор. Но я хочу посмотреть, улучшаешь ли ты управление, чтобы мы могли достичь видимости в четверть мили в тысячу ножной RVR. Ты же знаешь, что с помощью такого рода средств управления, мы действительно можем проверить свои навыки пилотирования по приборам. Так что же вы, ребята, с этим делаете? Разрешаете ли вы использовать сторонние погодные условия? Ну и все такое прочее? Ты действительно хочешь увеличить видимость и прикрыть этот прекрасный симулятор каким-нибудь туманом или облаками и тому подобными вещами? Я не могу. Так что я могу сказать, что мы работаем над его улучшением и, очевидно, в будущем расскажем больше. И прямо сейчас, в симуляторе 2020 года, если вы хотите испытать, я думаю, что с облачным слоем вы можете сделать что-то подобное. Да, это не одно и то же. Да, это не одно и то же. Так что да, и действительно считаю, что у тебя есть видеорегистратор на 1000 футов, 600 метров, чтобы уменьшить видимость. Все в порядке. Большое тебе спасибо. Пожалуйста, перейдем к следующему слайду. Ну что же, я хочу тебе кое-что сказать. Извини. Я тоже хотел кое-что сказать по поводу погодной системы. Так что мы собираемся поговорить об этом с Media Blue, верно? Мы постоянно говорим об этом в DevQES. Мы собираемся посмотреть, есть ли у нас возможность поделиться данными о погоде. И я уже говорил, что у меня нет никаких опасений по поводу активного неба или других вещей, которые нравятся людям, так что давай, давай сделаем это. Почему бы и нет. Да, мы изучаем эту тему, это точно. О, как хорошо. Спасибо тебе. Все в порядке. Привет, я Крис Смит. Я из Сиэтла. Мне нравится этот симулятор. Единственная проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, это грозы на больших высотах. Так что если вы совершаете дальнемагистральный перелет через всю страну и видите на радаре прогноз погоды, то в симуляторе вы этого не увидите. Возможно, вы видите это ниже, но вы не видите этого на маршруте, и вам не нужно отклоняться в зависимости от погоды в аэропорту. Все. Так что если бы вы могли вызвать грозу на больших высотах, где вам нужно отклоняться, как это делают настоящие пилоты, это было бы здорово. Спасибо. Я не знаю, работаете ли вы над этим или нет. Так что это интересно. Как я только что сказал, мы немного поговорили с Медиаблю и выяснили, какие данные у них есть, и кажется, там есть что-то о грозе. Так что, честно говоря, нам просто нужно разобраться в этом подробнее. Но мы тебя слышим. Дай нам обратную связь. Да, обрати на это внимание. Продолжай. Это Тим Уэллс. Тим Уэллс, продолжай. Привет. Это тот самый звук. Окей, вот и все. Тим Уэллс из Огайо. И у тебя будет возможность назначать профили диспетчеров для каждого самолета? Да. Это потрясающе. Это было просто. По-видимому, это сторона создателя контента, а это сторона другого человека. Я не знаю. Продолжайте, ребята. Привет, полеты с Джоэлом, Юджин Орган. В конце концов, я прилетел сюда с этим парнем из Сиэтла. В любом случае, мой вопрос касается вертолетов. Я рад, что они наконец-то появились в симуляторе. Мы рады, что они совершенствуются. Новые выглядят великолепно. Но я хочу знать, как вы собираетесь исправить в текущем симуляторе, и особенно в новом. Некоторые незначительные проблемы, такие как неправильная работа турбинного двигателя, игла не раскалывается. Если ты пилот вертолета, то ты понимаешь, о чем я говорю. Автоматическое вращение по-прежнему не работает. И поэтому для нас, тех, кто летает на вертолетах, даже в качестве любителей, было бы просто здорово узнать, что мое сообщество хочет этого. Если это улучшит ситуацию или заставит вас хотя бы смотришь на эти штуки. Так что да, у нас есть люди, которые работают над турбиной. Это всего лишь один вопрос. Так что ситуация должна улучшиться. А что касается автоматического вращения, может быть, мы сможем поговорить об этом позже, потому что я могу сделать это в симуляторе. Так что я не знаю, в чем проблема. Так что мы можем это сделать. Может быть, мы обсудим это завтра на стенде. Все в порядке, отлично. Большое тебе спасибо. Подойди сюда, пожалуйста. Привет. Привет. Я Рауль из ФС Риборн, представитель третьей стороны, который сейчас задает вопрос. Первый, выражаю особую благодарность от имени сообщества за то, что выслушали предложения, о которых мы просили в течение некоторого времени. В прошлом году я специально попросил Сэпкн разрешить нам выходить из самолета и ходить пешком. Так что большое тебе спасибо за то, что ты сделал это для нас. Я вижу, что ситуация значительно улучшилась, и хочу немного подбодрить тебя после этих вопросов. Несколько минут назад, перед тем, как прийти сюда, я поговорил с Себом о погоде. Я объяснил ему, в чем проблема, и теперь он все понимает. Вы, ребята, должны использовать это, чтобы дать им передышку. Им просто иногда нужно лучше понимать некоторые вещи. И поскольку вы уже видели все функции, которые я внедрил, мы разговариваем с ними, и они тут как тут, верно? Так что просто будь счастлив. Я вижу, что количество улучшений, которых мы добились, просто невероятно. А теперь мой личный вопрос касается пассажиров. Я видел, как пассажиры двигались, и я видел, как пассажиры ходили по самолетам. Не могли бы вы, ребята, поделиться небольшой информацией о том, как мы, сторонние разработчики, можем использовать это для улучшения наших продуктов? Есть точки появления, которые вы можете установить как Эй. Так что для взлетно-посадочных полос вы можете, и внутри аэропортов вы можете. И еще у нас есть в снег самолеты, это вообще не показывалось. Они присоединятся к самолету, а затем сделают то же самое, что мы видели на самолете Zero Jet. Я не совсем правильно тебя расслышал, но по-моему ответ да. Да, все в порядке. Тогда я соглашусь. Да, просто прими это как да. Большое тебе спасибо. Так что у нас есть время, я думаю, еще на две встречи. Так что сначала одна из них будет здесь, а потом еще одна там. Давай, продолжай. Привет, добрый день. Меня зовут Стивен Уотерс. Я из Нью-Йорка, из аэропорта Кеннеди, мой дом в аэропорту. Я просто хотел сказать тебе огромное спасибо за создание этого симулятора, который поможет нам выйти в мир и исследовать его. Он помог мне намного лучше понять этот мир, в котором мы живем. Майк, у меня действительно есть три вопроса, но остальные я оставлю при себе. Это должен быть только один вопрос. Только один. Остальные два я приберегу на завтра. Спасибо тебе. Вот мой вопрос, который, я думаю, интересует всех присутствующих здесь. 737 Мэкс, это будет платный вариант, как у 787-го. Или он просто бесплатный для всех? Ни на одном из самолетов, которые мы показывали, ни на всех самолетах, которые мы показывали, не было ни негатива, ни позитива. Все самолеты, которые мы показывали, находятся в бассейне. Это здорово. И спасибо тебе. Спасибо тебе. Да. Карта ПВП, ты прикасаешься к ней? Это та, на которую ты нажал Ви? Ты прикасаешься к ней и обновляешь ее? Это мой второй вопрос. Мы тебя не поняли. Карта ПВП, когда ты нажимаешь Ви на клавиатуре, ты обновляешь эту карту топографии и прочим. Данными? Я не знаю ответа. Я не знаю. Мы не знаем ответа. Мы отстой. Большое тебе спасибо. Все в порядке. Большое тебе спасибо. Мне сказали, что у нас больше нет времени на вопросы. Я действительно ценю ваше терпение в этом вопросе. Спасибо, что проводите время с нами. Спасибо вам. Вы можете найти их в кабинке. Спасибо всем за внимание. Еще одно краткое замечание по программированию для всех. Говард, а это Фордер, учитесь летать. Сразу после этого начнется наше занятие, предназначенное для начинающих пилотов и начинающих имитаторов полета. Тебе нужно немного размяться и сделать небольшой перерыв. Мы вернемся и закончим с этим к концу дня. Спасибо.